Итак, итоги расчетов. Надеюсь, их видно. Какие расчеты мы в целом получили? Мы получили плотность разрядов молнии в землю, которую мы вводили вручную, предварительно рассчитав ее по методике ВРД-34, либо выбрав по картам. Соответственно, второе – это полное число ударов в систему. Это один раз в 8 лет. То есть это система без молния-приемников. В 8 лет в среднем каждый раз для такой системы молния будет попадать в этот объект. Разумеется, при расчетах желательно учитывать также и окружающие объекты. Если имеются какие-либо более высокие строения или сооружения рядом, то есть какие-то вышки, какие-то, может быть, здания и так далее. Соответственно, их желательно также учитывать в расчетах. То есть, соответственно, на системе координат вид сверху по осям XY расположить, собственно, описать эти объекты и задать им соответствующие значения. То есть если мы защищаем наш резервуар, то все окружающие объекты для него, по сути, являются естественными молния-приемниками, те, которые выше. Потому что вероятность того, что попадет молния туда, она будет больше, чем попадание молнии в наш объект. Соответственно, дальше. Следующий параметр – это суммарное число прорывов. То есть это удары непосредственно в объект, минуя систему молниезащиты, то есть наша молния-приемник – это один раз в 313 лет. То есть мы, по сути, увеличили, обеспечили защиту на 313 лет. Ну, правда, есть маленький нюанс, никто не знает, когда будет первый раз. Значит, дальше. Собственно, определяется наша надежность системы 0973, и что является тем фактором, который у нас в нормативных документах, собственно, ну, нормируется тот параметр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok